Ну, некоторые люди сейчас говорят, что федеральный долг — это вообще не проблема. Что ж, если вы верите в это, то вы верите в зубную фею. Таким образом, одно приобретение сработало блестяще, а другое — плохо. Что ж, добро пожаловать во взрослую жизнь. Это случается со всеми. Гнев, с каким вы набрасываетесь друг на друга, питается сам собой. Это одна из основных трудностей, связанных с разрозненностью в обществе. Напоминаю, что поддержать нас можно на бусте, а также оставив комментарий лайк под этим видео. Ну и, конечно же, если вы всё ещё смотрите наш канал не подписавшись, сделайте это прямо сейчас. Всем привет, добро пожаловать в Инфлюенсерс. Поприветствуем нашего гостя, вице-председателя Бёрджи Хэтуэй Чарли Мангера. Чарли, рад вас видеть. И я рад быть здесь. Итак, вы только что провели ежегодное собрание, и я хочу спросить вас, какие моменты вам больше всего понравились? Ну, мне нравится, что и акционеры, и сотрудники Бёрджа полны энтузиазма. И дело не только в том, что они заработали много денег и сделали хорошую карьеру, они считают, что находятся на правильной стороне. А вы знаете, они приходят туда, чтобы слушать ваши разговоры весь день, и... Да, это немного похоже на культ. Это как секта, да? Да, в хорошем смысле. Да, это хороший культ и очень хорошая секта. Я имею в виду то, что они слышат что-то из этого новое, что-то старое, и многие из этих слов имеют здравый смысл, и вы много говорили о... Да, всё верно, они имеют здравый смысл. Но, конечно, когда люди используют слово здравый смысл, они имеют в виду незаурядный смысл. Потому что стандартное состояние человека — это невежество и глупость. И когда они говорят, что у старины Джо есть здравый смысл, то чаще всего они имеют в виду, что у него есть незаурядный смысл. Что ж, а почему же люди не могут ясно мыслить при инвестировании или при принятии решений в своей жизни? Но они также плохо соображают относительно секса и азартных игр. Знаете, я думаю, что в стандартном человеческом состоянии есть много когнитивных искажений. И есть ли способы извлечь из этого выгоду, или... Да, вы пользуетесь преимуществами других людей, вы можете улучшить свою собственную жизнь, устранив свои заблуждения. Позвольте мне немного переключить передачу, Чарли, и спросить вас об экономике США. Каково ваше мнение о том, как обстоят дела прямо сейчас? Ну, знаете, экономика иногда процветает, а иногда нет. И вам придется прожить свою жизнь, в которой будут присутствовать и то, и другое. И наша идея в том, что мы просто продолжаем плыть. Иногда течение на вашей стороне, а иногда против вас. Но мы продолжаем плыть в любом случае. А вы удивлены тем, как долго длится это развитие? Конечно. Оно продолжалось очень долго. Но что было действительно удивительно, так это то, что мы никогда не печатали так много денег, не тратили их так быстро, и не выкупали так много долгов государственных и частных. Так что это полная терра инкогнито в экономике. И никто наверняка не знает, как это будет работать. Тогда это было рискованно? Ну, конечно, это было рискованно. Но это сработало. И я не думаю, что у них было что-то еще, что могло бы сработать. Они не были настроены на стимулирование, слишком много противоречий. Демократическая инерция очень слаба. Так что им нужно было что-то делать, и все, что им оставалось, это просто напечатать деньги и начать покупать вещи. Это именно то, что они сделали. И как оказалось, это получило очень рациональный отклик. И что еще более примечательно, так это то, что и Конгресс, и Президент, и обе партии приняли одинаковое решение. Они все сотрудничали. Это было в последний раз, как мне кажется. Но к чему это приведет нас в конечном счете? Но это привело к тому, что мы попробовали на вкус великую рецессию. Так что, может быть, нам стоит попробовать сотрудничество снова, раз уж оно так хорошо сработало однажды. Насколько президент Трамп ответственен за нынешнюю экономическую ситуацию? Ну, я думаю, что он заслуживает некоторой похвалы. Но многое из этого произошло просто так. Так, экономический цикл? Да, и решение его предшественников. Хорошо. А что вы думаете о президентской кампании по лоббированию ФРС с целью снижения ставок или сохранения их на низком уровне? Я думаю, что президенты всегда так поступали. Если вы политик в демократическом государстве, то, конечно, вы хотите, чтобы люди зарабатывали деньги и тратили их. И, конечно, это не очень хорошая идея. Вероятно, лучший пример во всем мире — это Сингапур, у которого нулевой долг, он никогда не печатает и не тратит деньги. И это одно из самых успешных мест на Земле. Я бы хотел, чтобы и мы были такими же, но... есть только один Сингапур. Ну, некоторые люди сейчас говорят, что федеральный долг — это вообще не проблема. Что ж, если вы верите в это, то вы верите в зубную фею. Потому что тогда нам не придется больше платить никаких налогов, мы просто напечатаем деньги и будем жить долго и счастливо. Очевидно, это не сработает. Наступает момент, когда печатание денег становится контрпродуктивным. А мы сейчас находимся на этой стадии? Нет, я не думаю, что мы достигли этой точки. Знаете, никто не знал, где наступит эта точка. И мы не знаем об этом сейчас. Никто из этих людей, которые так напыщенно уверены в чем-то. Мы все хотим гарантий, поэтому они их предоставляют. Но никто на самом деле не знает, насколько далеко все это зашло. Одно из последствий этого экономического роста, или на самом деле это то, что предшествовало ему, так это то, что происходило в нашей экономике в течение последних 50 лет. Неравенство в богатстве и доходах. Во-первых, считаете ли вы это проблемой? А во-вторых, если да, то мы как-то ее решаем? Ну, это проблема, если достаточное количество политиков кричит об этом. Что делает это проблемой? Если бы этого не было, такая проблема исчезла бы сама собой. Знаете, это произошло случайно. Мы были в отчаянной беде. Мы были накануне Великой Рецессии, которая могла бы перерасти в Великую Депрессию, после которой последовало бы возвышение таких людей, как Адольф Гитлер, и так далее, и так далее. Таким образом, мы столкнулись с настоящей катастрофой. Единственное оружие, которое у них было, это напечатать деньги и тратить их. И они это сделали. Конечно, они опустили процентные ставки до нуля. Ну, конечно, это подняло стоимость активов для людей, которые уже были богаты. Никто не пытался сделать их еще богаче. Это просто было случайным побочным продуктом правильного правительственного решения, принятого на двухпартийной основе. И поскольку это был странный побочный продукт, возникший в странное время, со временем он исчезнет сам собой, я думаю. Таким образом, нет никаких причин для беспокойства. Люди, которые кричат об этом, просто идиоты. Это пройдет само собой, и это не значит, что мы не можем немного повысить минимальную зарплату или немного расширить систему социальной защиты. Мы должны делать это по мере нашего процветания. Обе партии согласны с этим. Я хочу задать вам еще несколько вопросов о политике, и мы сможем еще немного поговорить о рынках и Бёркше. Что вы можете сказать насчет ситуации, в которой мы оказались в связи с докладом Мюллера и тем, как Конгресс и демократы зациклились на этом, а президент занял оборонительную позицию? Что вы думаете по этому поводу? Ну, я склонен избегать всей этой темы. Как я уже вам сказал, по течению или против течения, просто продолжай плыть. Но обе партии сейчас настолько пристрастны, что ослеплены своим гневом. А я не хочу быть ослепленным своим гневом, поэтому я его контролирую. И я бы рекомендовал это обеим партиям. Я обо всем этом думаю, и думаю, что им следует остыть. Почему мы так разобщены? Ну, гнев, с каким вы набрасываетесь друг на друга, питается сам собой. Это одна из основных трудностей, связанных с разрозненностью в обществе. Он иррационален и питается сам собой. Поэтому мне нравился мир, когда Дуайт Эйзенхауэр был против Адлая Стивенсона. И даже больше, когда Рональд Рейган и Типо Нил ладили друг с другом. И многое из этого было сделано. Моя война была двухпартийной войной. И впоследствии внешняя политика в Соединенных Штатах была двухпартийной политикой. Тот мир мне нравился больше. Я ненавижу эту крайнюю ненависть с обеих сторон. Вернемся ли мы когда-нибудь к тем дням, или, может быть, придем к новым дням, когда у нас не будет ненависти? Возможно. Если живешь достаточно долго, случается много хорошего и много плохого. Справедливо. Насколько я понимаю, Чарли, вы сыграли важную роль в том, что помогли Уоррену отойти от инвестирования в сигарные окурки и обратить внимание на компании, которые, я полагаю, можно назвать брендовыми компаниями. Я зову это лучший бизнес. Лучшие предприятия, да. Как вы помогли ему принять это решение? Ну, вероятно, это было очевидно. Он заработал так много денег на той и другой технике, что ему было трудно оставить то, что так хорошо работало. Но он не собирался масштабироваться. Поэтому, когда он начал искать инвестиционные ценности в лучших предприятиях, которые временно находились под давлением, все изменилось к лучшему. И теперь мы можем масштабироваться по-крупному. А являются ли Apple и Amazon технологическими компаниями или это компании-бренды? И то, и другое. Кто-то сказал мне, что спросил Уоррена, это было около четырех лет назад, если бы он мог купить только один бренд. Что это будет за бренд? Что это будет за компания? И он тогда сказал, что это Джилет, что вполне логично. Но какая бы это была компания сегодня? Это Кока-Кола. Все еще? Если взять количество выпиваемой в мире Кока-Колы и ее основной вкус, то это чертовски хороший бренд. Это совсем другой продукт, нежели то, что продается в интернете. У меня нет такого же. И мое суждение об интернете не было бы таким же хорошим, как о Кока-Коле. Я хочу вернуться к компании Apple. Тим Кук вчера был на встрече. У вас была возможность поговорить с ним? И не могли бы вы рассказать нам, о чем вы говорили? Да ни о чем. Мы обменялись любезностями. Но он замечательный парень. И, конечно, это настоящий рекорд. То, что он создает. Позвольте мне спросить вас немного о компании Крафт Хайнс и ситуации, связанной с ней. В недавней встрече мы узнали, что директор по маркетингу покидает компанию. Вы знали об этом? И что это значит для самой компании? Я ничего не знал об этом заранее. То, что там произошло, легко объяснить. Дело в том, что Кетчуп Хайнс был более сильным брендом, чем Сыр Крафт. И они заплатили за него больше. Таким образом, одно приобретение сработало блестяще, а другое плохо. Что ж, добро пожаловать во взрослую жизнь. Это случается со всеми. Возвращаясь к Кока-Кола. Вы упомянули, что было бы плохой идеей, если бы она занялась коноплей. Но почему бы и нет? Разве в этом нет смысла? Потому что это такой благой бренд, который ассоциируется со счастьем. Почему мы хотим ассоциировать его с рекреационными наркотиками? Ну им же как-то надо расти. Я думаю, это было бы ужасно. Я думаю, это была бы самая ужасная идея. А как насчет Боинг и 737 Макс? Я имею в виду их падение. Они собираются это как-то исправлять. Вы бы полетели на этом самолете? Да, конечно, они собираются исправить это. Но вы бы полетели на самолете после того, как они сказали, что все исправлено? Да, конечно. Конечно, и они все исправят. Но я не думаю, что это было оправдано. Они совершили большую ошибку. Это была очень серьезная ошибка. Да, но значит, они все еще работают над этим? Да, они все исправят. У Боинга, вероятно, лучший показатель безопасности в мире, если взять 60 лет. И это был очень необычный случай. Возможно, такого больше никогда не будет в следующие 60 лет. Является ли этот промах симптомом или свидетельством того, что мы разрабатываем слишком мощное программное обеспечение и не понимаем последствий всего этого? Нет, я не думаю, что проблема была в этом. Я думаю, что это был просто абсолютный провал из-за большой бюрократии. Вы также упомянули на вчерашней встрече о заключении миллиардных сделок за одну ночь с очень короткими контрактами. Да, мы всегда так делали. Это когда-нибудь вас расстраивало? За всю жизнь я не могу вспомнить ни одного примера, когда простота сработала бы против нас. Мы совершали ошибки, но они были не потому, что мы все упрощали. Все настолько просто? Я бы сказал, что главное преимущество Бёркшир в накоплении хорошего послужного списка заключается в том, что мы избегали напыщенных бюрократических систем. Мы старались дать власть очень талантливым людям и позволить им принимать очень быстрые решения. Вот и все. Я хочу спросить вас о том, о чем мы с вами постоянно говорим. О преемственности. И опять же, вы постоянно говорите об этом. Много воды утекло за все это время, но если вы становитесь старше, как вы примете решение отойти от дел, если у вас может не хватить ума, чтобы принять это решение? Простите за такой вопрос. Что ж. Я думаю, вы будете удивлены тем, насколько хорошо мы с Уорреном способны отступить, когда чувствуем, что наши силы слишком ослабли. А вы уже говорили с ним об этом? Конечно. И Уоррен предупредил людей, чтобы они сказали, когда придет время. Если мы были рациональны на протяжении всего этого пути, неужели вы думаете, что мы не будем пытаться быть рациональными до самого горького конца? Этот процесс... Я имею в виду... Мы как бы в середине процесса. Вы передаете все больше и больше контроля или полномочий Аджиту, Грегу, Тоду и Теду. То есть это своего рода континуум подобных процессов, верно? Конечно. И, кстати, все это отлично работает. Удивительно, насколько хорошо работает новое поколение, и они пропитаны нашими небюрократическими методами. Есть такие большие бюрократические структуры. Знаете, они думают, что работа выполнена, если вы убираете ее из своего почтового ящика в чей-то другой почтовый ящик. Но это не значит, что работа выполнена. Работа выполнена тогда, когда она выполнена, а не тогда, когда она в чьем-то почтовом ящике. А если все постоянно находятся на заседаниях Большого комитета, то к концу дня вы измотаны и ничего не сделали. На данный момент Тед и Тодт выбирают все акции, да? Нет, конечно, нет. Уоррен всегда принимает участие и делает большую работу. А как вы думаете, Чарли, где сейчас самые большие возможности в глобальном масштабе? Ну, я не думаю, что у нас есть генеральный план, позволяющий узнать, где находятся возможности. Мы пытаемся найти разумные способы распорядиться потоком излишнего кэша. А у нас всегда были излишки кэша. Поэтому мы всегда ищем разумные способы использовать их. И если мы находим такие разумные действия, которые можно предпринять, разумеется, мы предпринимаем их. А если мы не находим ничего подходящего, то позволяем наличным деньгам накапливаться. Что, черт возьми, в этом плохого? Я знаю, что вы говорили об Англии. Или, кажется, что говорили, потому что Уоррен говорил о том, что была статья в FT, это, по сути, способ сигнализировать о потенциальных интересах, учитывая, что Brexit может создать некоторые возможности. Так ли это на самом деле? Что, черт возьми, я знаю о Brexit? Я даже не знаю, как бы я голосовал по этому вопросу, если бы был в Англии. Я мало что знаю об этом. Но мы будем реагировать на возможности, где бы они ни были. И мы рассматриваем превратности политики. И, знаете, это просто то, чем они являются. Это все превратности. Но не является ли выход из Евросоюза чем-то большим, чем случайность? Я имею в виду, является ли европейский... В данный момент я не считаю, что это плохая сделка. Но нашей стране оказали огромную помощь, когда мы объединили все колонии вместе. Если бы у нас были внутренние тарифы против каждой маленькой колонии, Соединенные Штаты не были бы такими большими, как сейчас. Поэтому понятно, почему Европа хотела объединиться. И вдобавок к преимуществам, которые они получили от свободной торговли, они имели долгую историю войн. А мы все как бы находимся в одном большом месте, торгуя друг с другом. Так будет безопаснее. Это были очень хорошие идеи. Я не спорю с основными идеями. С другой стороны, если у вас неограниченная иммиграция из одной страны в другую, это создает массу сложностей. Посмотрите на Германию. Меркель привела больше иммигрантов, чем хотел ее народ. Она возглавляла парад, оглянулась назад, но за ней никто не шел. А значит, немногие люди хотят неограниченной иммиграции представителей другой культуры. Мы добились успеха в Америке, но нам предстояло работать на свободном континенте, это было легко. Незанятый и богатый. Нефть, минералы, прекрасная почва. Но должны ли мы по-прежнему пускать иммигрантов в нашу страну? Я думаю, что мы должны иметь гораздо больше контроля над нашими границами, чем сейчас. Дональд Трамп прав в этом. И я думаю, что демократы совершают самоубийство, будучи настолько... Ну, они ненавидят его так сильно, что выступают против него, даже когда он прав. Кажется, что иногда границы смешивают с иммиграционной политикой, так ли это? И я имею в виду... Ну, конечно же, да. Но я думаю, что мы должны иметь определенный контроль над иммиграцией. Какой-то эффективный контроль. Я думаю, что большинство людей хотят быть очень добры к тем, кто уже здесь, включая всех выходцев из Латинской Америки. Но они хотят большего контроля над этим притоком иммигрантов. Обеспокоит ли вас этот рост националистического лидерства по всему миру, например, в Турции, Бразилии, Китае и, возможно, в Соединенных Штатах Америки? Ну, возьмем Бразилию. Кому, черт возьми, может понравиться Бразилия? Там прекрасный климат и прекрасная страна, но они ее здорово испортили. Вы имеете в виду нового лидера или просто то, что происходило раньше? Окей, так все же потребуется ли для этих целей сильный человек, чтобы взять верх? Ну, я не думаю, что обладаю глубокими знаниями о том, что именно хорошо работает во внутренней политике любой другой страны. Кто бы мог подумать, что китайские коммунисты улучшат свою большую страну так сильно, как они это сделали за последние 30 лет? Это вас удивляет? Ну, первые 20 лет не удивляло. У них была культурная революция, это было безумие. А теперь у них один из самых величайших успехов в истории человечества. Не знаю, как вы, но я этого не предсказывал. Так, в чем тогда секрет успеха Китая? Они скопировали Сингапур. Помните, лидер коммунистов сказал, мне все равно черная кошка или белая, мне важно, ловит ли она мышей. И они скопировали очень замечательного, знаменитого китайца в Сингапуре. И, о чудо, они нашли, они нашли подходящего китайского лидера за пределами Китая, что меня забавляет. Так вот, он был китайцем. Но посмотрите, как это сработало. За всю мировую историю ни одна столь крупная нация никогда не развивалась так быстро. И они сделали это благодаря тому, что кучка бедных людей откладывала половину своих доходов. Они не использовали богатство богатого мира, чтобы продвинуться вперед. Они использовали сбережение бедных людей. Я большой поклонник того, чего достигли китайцы. И если вы спросите меня, кто больше всего сделал для Китая, то это Ли Куань Ю из Сингапура. Они просто копировали его. Вы по-прежнему настроены оптимистично в отношении будущего Китая, ведь есть много опасений по поводу замедления роста и кредитного плеча в системе. Я настроен весьма оптимистично. Они преуспевают уже долгое время. Конечно, у них бывают взлеты и падения, и они совершают ошибки так же, как и правильные решения. Но если в среднем китайцы продвигаются вперед, то они не движутся назад. Как, по вашему мнению, выглядят экономические отношения между Китаем и США, скажем, через пару лет? Если у обеих сторон есть хоть капля здравого смысла, они будут все лучше и лучше дружить и уладят все разногласия. Это абсолютное безумие с обеих сторон не подружиться с другой действительно могущественной нацией на земле. Я хочу немного расспросить вас о некоторых вещах в Силиконовой долине. Я имею ввиду, вчера вы сказали, что вам стыдно за то, что вы упустили Google. Да, это так. Если бы мы внимательно посмотрели на наши собственные компании, то увидели бы, что их реклама работает гораздо лучше, чем реклама других компаний. Просто мы не уделяли этому достаточно много внимания. И знаете, я не могу знать всего. Понятно. Хорошо, оставим это в стороне. Но знаете, если посмотреть на эти инвестиции в технологии, то получается, что это Apple, теперь и Amazon. Вы знали о покупке Amazon? Участвовали ли вы в принятии этого решения? Нет. Я никогда не владел акциями Amazon, но я большой поклонник Безоса. Я думаю, он кто-то вроде Лик Вань Ю. Он лидер, который сам по себе. Знаете, он просто удивительный человек-лидер. Но это всегда было слишком сложно и неопределенно для моего особого темперамента. И я нахожу другие вещи, которые будут прекрасно работать. На днях кто-то сказал мне, что по их мнению вы можете рассматривать Apple и Amazon не столько как технологичные компании, сколько как растущие крупные брендовые компании, что было бы для вас привлекательным. О, я думаю, что это и бренды и технологии. И трудно отделить влияние одного от другого. Хорошо. Касаемо того, что происходит сейчас в Кремниевой долине с IPO, выходом единорогов на биржу и отсутствием прибыльности или перспектив прибыльности в ближайшем будущем, что вы думаете об этой ситуации? Ну, есть много вещей, о которых я вообще не думаю. И одна из них это компании, которые теряют 2-3 миллиарда долларов в год и выходят на биржу. Это не моя сцена. А вы смотрели на... То есть вы не заинтересованы в Uber или подобных компаниях? Что ж, я должен быть заинтересован, только если они настолько значительные, что захватывают мир и меняют общую практику. Но я не обязан инвестировать во все, что мне интересно. Я ищу вещи, где, как мне кажется, я могу предсказать, что произойдет с высокой степенью точности. И у меня нет ощущения, что я могу сделать это с компанией Uber. Я хочу спросить вас об архитектуре, которой вы давно интересуетесь. Как вы заинтересовались этим и какова ваша нынешняя ситуация в этой области? Ну, мой дядя был архитектором. И я всегда считал, что архитектура королева всех искусств. Я думаю, что архитектура приносит больше пользы, чем живопись или скульптура. Поэтому я считаю, что архитектура чрезвычайно важна, очень интересна и приносит огромную пользу, когда все сделано правильно. Так что я большой поклонник потенциала этой профессии. Но я думаю, что многие люди идут в архитектуру, потому что они своего рода разочарованные скульпторы. И они не думают достаточно здраво или необычно о том, что черт возьми они на самом деле делают. А в каких проектах вы принимали участие? О, я строил дома, я строил офисные здания, я строил квартиры, дома, я помогал благотворительным организациям и образовательным учреждениям строить что-то. Я строю научные центры, я много чем занимаюсь, мне это нравится. Для вас это творческая душина? Да, безусловно. Есть ли у вас какие-то проекты, над которыми вы сейчас работаете? Ну, я работаю над проектом в USCB, Калифорнийском университете в Санта-Барбаре. В основном это жилье, но разных видов. Я хочу сменить тему и спросить вас немного о выкупе акций. Вы сказали немного более либеральными в обратном выкупе акций. Насколько агрессивнее вы будете действовать? И как вы думаете, может ли это стать потенциальной проблемой для демократов? Ну, политик, который занимается тем, что воет о чем-то, пытаясь вызвать чувство возмущения, он всегда на что-то жалуется. И это правда, что многие люди выкупали акций стала настолько популярной, что некоторые люди выкупали их даже тогда, когда они стоили слишком дорого. Мы никогда не будем этого делать. Мы будем выкупать их только в том случае, если они будут достаточно дешевы. Но конечно, это должно быть сделано. Если бы у вас было партнерство, например, с тремя вашими родственниками-калеками, и одному из них понадобились бы деньги, разве вы простая мораль. Но я правда думаю, что некоторые люди перебарщивают с этим. И несомненно, это делается для поддержания стоимости, что я расцениваю как ненадлежащее использование метода обратного выкупа акций, которым многие злоупотребляют. Должны ли быть законы на этот счет? Нет, но есть законы и... Но мы ведь не должны указывать людям, какая цена является правильной. Да, верно. Поэтому я хочу спросить вас немного о системе социальной защиты, о которой вы говорили, и о Medicare. Поддерживаете ли вы программу Medicare для всех, и вы были бы заинтересованы в этом? Наверное, я один из немногих республиканцев, с которым вы когда-либо разговаривали, который считает, что у нас должна быть система единого плательщика, но не такого типа, который мы собираемся получить. Если вы посмотрите на систему единого медицинского страхования в Сингапуре, ее стоимость составляет 20% от стоимости нашей системы, и это развитая цивилизованная нация с высоким уровнем дохода, и, конечно, люди там намного здоровее. Конечно, я предпочел бы тратить на 80% меньше и иметь более здоровых людей, и, конечно, я бы хотел, чтобы американские производители не несли это ужасное бремя ненужных расходов на здравоохранение, которое влияет на их конкурентоспособность в мире. Итак, у нас есть безумная медицинская система, которая разрослась шиворот на выворот случайно, с помощью множества глупых правительственных вмешательств. Не все из них были глупыми, но некоторые да. И эта система просто смехотворна. Если молодая семья должна заплатить 5000 долларов франшизы, чтобы родить ребенка, у них на самом деле нет медицинской страховки. Проблема не только в медикея. Вся эта чертова система работает неправильно. А количество ненужных анализов и ненужное продление неизбежной смерти это национальный позор. А вы когда-нибудь думали о релокации в Сингапур, Чарли? Нет, но я бы хотел перенести некоторые результаты Сингапура в Соединенные Штаты. У них практически нет смертей от опиоидов. У них низкий уровень преступности, у них нет долга. Они многое делают правильно. Я бы до чертиков хотел, чтобы наши политики из обеих партий тратили гораздо больше времени на изучение Сингапура. Но некоторые люди говорят, многие люди говорят, что это авторитарное правительство, там не хватает свободы. Это демократия. Он просто делает такую хорошую работу, что народ продолжает его переизбирать. Что черт возьми в этом плохого? Я общался с некоторыми людьми всего несколько минут назад, и они предсказывали некоторые из ваших острот. Они говорят, что перед собранием вы произносите фразу по типу «О, у меня есть шесть издевок, которые я собираюсь выдать сегодня во время ежегодного собрания». Нет, я никогда так не делаю. Подумайте обо всех людях, которых вы знаете, которые пытались сделать еще один шаг, но упали с обрыва. На этой радостной ноте мы и завершим нашу встречу. Они внезапно приходят к вам? Да, я думаю, что встречи проходят лучше, если шутки спонтанны. Если бы мы писали сценарии, я не думаю, что людям бы это понравилось. То есть вы с Ворном вообще ничего не говорите, прежде чем сесть за стол? Нет, мы вообще не говорим. Вы понятия не имеете, что произойдет? Совершенно верно. Что ж, я хочу задать вам пару вопросов о вашем детстве. Вы учились в Мичиганском университете и вы бросили учебу и пошли в армию. Верно? И как армия повлияла на вас? Да, конечно, я сделал это, и мы все так делали в те дни. И конечно, это повлияло на меня. Я никогда не хотел участвовать в большой бюрократии. Так я был на самом дне. В конце концов, я дослужился до второго лейтенанта в армии. Я был далеко внизу по служебной лестнице, и никому не было дела до того, что я думаю по тому или иному вопросу. Мне просто давали небольшие задания, и я должен был их успех. Старшие офицеры могли заметить, что я считаю их неправыми, и я пытался это скрыть. Но они все равно могли это ощутить, и поэтому... Да кому черт возьми нравятся младшие офицеры? Ты смотришь на него, а он явно показывает, что считает тебя идиотом. Наверное, это не всегда хорошо срабатывало, да? Что ж, все прошло нормально. Я делал свою работу достаточно хорошо, так что они меня не беспокоили. Но это была не та среда, где я собирался добиться успеха. Итак, как вы уже поняли, многие люди смотрят на вашу жизнь и, знаете, хотят подражать тому, что вы сделали. Можно ли это повторить? Посмотреть на кого-то вроде вас и увидеть свой путь? Я имею ввиду, вы занимались юриспруденцией в сфере недвижимости, затем ну, я не считаю себя, я думаю, что мой образ мышления подойдет любому. Я стараюсь быть очень рациональным и дисциплинированным, вот что я думаю. Но порхать по разным деятельностям и заходить на профессиональную территорию другого человека, пытаясь превзойти его и делать всякие такие вещи, я думаю, не подойдет большинству людей. И поэтому я всегда говорю, ко мне постоянно приходят молодые люди, которые говорят, я занимаюсь юридической практикой, мне это предпочел быть миллиардером, как же я могу это сделать? И я говорю им, хорошо, я расскажу вам одну историю. Молодой человек приходит посмотреть на Моцарта и говорит ему, Моцарт, я хочу начать сочинять симфонии. А Моцарт спрашивает, сколько тебе лет? И парень говорит, 22. На что Моцарт отвечает, ты слишком молод, чтобы сочинять симфонии? А молодой человек говорит, да, но я не бегал вокруг и не спрашивал других людей, как это сделать. Так что я думаю, что перепрыгивать с одного дела на другое, это то, что не стоит всем пробовать. Думаю, если бы я попробовал сделать это снова, то, возможно, получилось бы уже не так хорошо. И, вероятно, мне очень повезло. И я думаю, что это комбинация мастерства и удачи. Вот что такое хороший послужной список. Тогда позвольте мне задать еще несколько вопросов. Вы едите весь этот арахис там, на встрече акционеров, верно? Да. Это ваш единственный день арахисовый горельяж, или вы едите арахисовый горельяж постоянно? Да, это так. Знаете, Уоррен, он такой приприимчивый, ему нравится рекламировать арахисовый горельяж на ежегодном собрании, поэтому мне приходится его есть. Ну, а разве другие бренды Бёркши не начинают завидовать и не говорят, почему вам не поставить железнодорожный состав или что-то в этом роде? На встрече Бёркши у нас целый выставочный зал полный других брендов рекламирующих друг друга. Вы не можете утверждать, что мы недостаточно продвигаем свои бренды. Я тоже этого не утверждаю, но знаете, люди из Коук и люди из Сискэндис получают там особое место. Да, это так, но эти два бренда, Сис был нашим первым крупным брендом, а Коук один из грандиозных. Но это крупнейший бренд безалкогольных напитков в мире, так что у них есть право на особое место. А другие компании просят разместить их там? Они все продвигают себя вперед настолько, насколько мы им позволяем. Это значит да? Да, конечно они хотят, чтобы их протолкнули вверх. И наконец, Чарли, я хочу спросить вас немного о филантропии. Знаете, кажется, что Уоррен стал более откровенно говорить об этом с Биллом Гейтсом и обещанием дарения. Я знаю, что вы тоже занимаетесь филантропией, что вы думаете по этому поводу? Насколько откровенно вы можете об этом говорить, конечно. Я бы не стал подписывать обещание дарения, потому что я уже передал своим детям так много, что уже нарушил ее. Так что я думаю, что я добиваюсь ложного доверия, если присоединюсь к ним и скажу, что я большой филантроп, который собирается отдать больше половины своего состояния на благотворительность. Я уже отдал больше половины своим детям, поэтому я не могу присоединиться к ним. Это как воскреснуть из мертвых, я не могу этого сделать. Но разве это не злит Уоррена? Нет, он не сердится. Когда Уоррен злится на кого-то другого... Знаете, Уоррен считает, что каждый из беркших этого имеет право делать со своими деньгами все, что ему черт возьми заблагорассудится. А о чем вы тогда думали, раздавая деньги таким образом. Что ж, все просто. У меня была замечательная жена. Большинство жен беспокоятся о том, что муж, если он выживет, на старости лет завяжет отношения с какой-нибудь медсестрой или еще кем-нибудь и деньги уйдут от детей. А я знал, что моя покойная жена предпочла бы, чтобы деньги достались детям. Поэтому я сделал так, чтобы ее желание исполнилось. Есть ли у вас мысли о том, как изменится встреча акционеров в следующем году? Я имею в виду, когда вы начнете говорить об этом, или вы вообще говорите о ежегодном собрании? Мы никогда не говорим об этом. Мы просто делаем то, что работает, пока оно работает. А когда что-то перестает работать или дает понять, что собирается перестать работать, мы просто останавливаемся. Говорил ли компания Apple о том, что в следующем году они хотят провести какую-нибудь выставку в конференц-центре или что-нибудь в этом роде? Я не обсуждал с ними этот вопрос. Я понятия не имею, что они делают. А вы видите время, когда Джит, Грег, Тед и Тодд придут туда вместе с вами в какой-то момент? Я не знаю, как все это будет меняться. Я не думаю, что то, что сработало в одной области, должно быть продублировано в другой. Я не думаю, что то, что мы делаем, сработало бы для многих людей. Я думаю, что это была историческая случайность. Мы сделали это ненарочно. Мы просто как бы влипли в это. Когда это срабатывало, мы раздували пламя. Но мы не создавали его каким-то особым расчетом. Я думаю, что у какого-нибудь более позднего поколения будет какая-то другая система или идея. Я думаю, что на нашем собрании самая главная мудрая задница. Да, это так. Чарли, вице-председатель Берши Хэтуэй. Мудрая задница. Да, все верно. Большое спасибо, что присоединились к нам. С вами был Рустем Ишмаков. Подписывайтесь на Финансграм. Пока. Финансграм.